Здравствуйте, уважаемые зрители канала Прответок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владельценно-пособного хозяйства. Наверняка у каждого на участках есть хотя бы небольшой плодовый сад, и он как живой организм постоянно развивается, а какие-то деревья погибают, болеют и их приходится удалять. Конечно же, на участке остаются пни, с которыми крайне тяжело бороться, тяжело выкорчевать. И сегодня я расскажу о том, как без особых усилий избавиться от пня на вашем участке. Но вначале хочу сделать небольшое объявление. В интернет-магазине Прответок отличная новость для всех сторонников органического земледелия и биопрепаратов. Теперь биопрепараты на основе почвенных грибов триходермы, баверии и метаризиума можно приобрести в большой фасовке по одному литру по очень выгодной цене. С этими биопрепаратами сад и огород будут приносить минимум хлопот по защите растений от различных болезней и вредителей, будут приносить отличный урожай и радовать вас своим здоровьем. Ссылку на биопрепараты в новой фасовке вы найдете под роликом в описании. От пней избавляются различными способами. Применяют механическую раскорчевку, либо используют различную технику. Эскаваторы, либо трактор, если пни слишком большие. Однако это очень трудозатратно и не всегда техника может заехать на ваш участок. А руками копать и выкорчевывать пень и того тяжелее. Есть два способа, которые могут избавить нас от пня. Во-первых, это применение мочевины, либо селитры. Это азотные удобрения и если их внести в этот самый пень, азот ускоряет процессы разложения древесины и пни разрушаются. В пне нужно проделать отверстия, просверлить их, либо сделать топором глубокие насечки и засыпать туда гранулы мочевины. Через год-два такой пень превратится в труху и его легко будет разбить обычным топором. Однако такой способ подходит не для всех участков. Если рядом с пнем растут уже какие-либо растения, цветы, либо как у меня вот такая молодая яблонька. Это, кстати, корневой отросток от меня пошел. И затем я сделал прививку. И, конечно, сюда насыпать селитру ни в коем случае нельзя, потому что деревце молодое погибнет. В этом случае я буду применять другой способ. Буду убирать пень с помощью триходермы. У меня есть вот такая баночка триходермы профит в гранулах на циолите. И вот эти самые гранулы я буду засыпать в расщепы, либо в отверстия в этот самый пень. Дело в том, что триходерма в природе живет на разлагающейся древесине в лесу, а также на различных растительных остатках, тем самым подъедая ее, разрушая целлюлозу и ускоряя компостирование, переработку органических различных составляющих. Не нужно бояться того, что сейчас поздняя осень и уже холодно. Триходерма может действовать и развиваться при температуре от 5 градусов тепла. Поэтому смело можно вносить вот в такие расщепы и отверстия гранулы триходермы. В днилой древесине, в преющей древесине триходерма будете чувствовать прекрасно и в следующем году опять активизируется и будет медленно разрушать старый пень. Можно, однако, готовить и водный раствор. Для этого понадобится 2 чайные ложки гранул триходермы на 10 литров воды. В воду желательно добавить еще и сахара, примерно 2 столовые ложки, для того, чтобы споры активизировались, чтобы создать питательную среду. Раствором можно пролить пень, а также почву вокруг этого пня, чтобы различные фитопатогены, которые могут присутствовать на гнилой древесине и в почве вокруг пня, уничтожились. Примерно через год или два пень превратится в труху. Получатся вот такие вот растительные остатки, древесные труха. Эту труху ни в коем случае не нужно выбрасывать. Можно ее измельчить и вносить при посадке в посадочные лунки, например, под томаты, огурцы, кабачки, либо другие культуры. На таких пнях будут присутствовать споры триходермы и растения будут защищены от различных заболеваний. Труху также можно вносить в компост, чтобы ускорять компостирование. Получается двойная польза. И пень убрали, и оказали помощь нашим растениям. Обязательно попробуйте воспользоваться такими простыми способами избавления от пня, и у вас все получится. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!